На календаре 18 мая. 18 мая 1851 года состоялось первое заседание Самарского губернского дворянского собрания. На нем присутствовало несколько десятков человек. Председательствовал исполнявший обязанности губернского предводителя дворянства Аристарх Азарьевич Путилов. Интересно, что на таких собраниях, которые проходили на уровне губерний и уездов, право голоса имели только те потомственные дворяне, кому исполнилось 25 лет, а также те, кто имел чин или орден и владел недвижимой собственностью. Дворянское собрание в основном занималось общественной работой и благотворительностью. По сути, это был прообраз нынешних общественных организаций. Сегодня Международный день музеев – профессиональный праздник музейных работников всего мира. Ежегодно 18 мая многие музеи в разных странах планеты открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно. Проводят тематические лекции и экскурсии. Специально к этой дате готовят новые экспозиции. 18 мая в разные годы на свет появились знаменитый персидский поэт, математик и философ Амар Хаям, английский математик, философ, общественный деятель, нобелевский лауреат Бертран Рассел, глава римско-католической церкви Иоанн Павел II, последний российский император Николай II, советский и российский актер, музыкант и писатель Владимир Качан, актрисы театра и кино Валентина Ананьина и Ольга Ломоносова, а также многие другие известные личности. В народном календаре сегодня день Ирины или Арины-капустницы. В эту пору на Руси высаживали рассаду на грядки. В первую очередь капусту и огурцы. Причем сажать овощи должны были исключительно женщины и желательно в одиночестве, чтобы никто не сглазил. Капуста была и остается одним из самых любимых в народе овощей. Наши предки складывали о ней множество поговорок. Премудрость в овощах, сила в капусте. Для чего огород городить, если капусты не садить? Проводили в этот день и другие сельскохозяйственные работы. Например, выжигали покосы, чтобы избавиться от старой высохшей травы. По этому поводу существовала такая поговорка. На Ирину худая трава из поля вон. Таким был в истории 18-й майский день. Прекрасного настроения вам и успехов во всех начинаниях!